Приветствую вас! Первое, что мне бы хотелось, наверное, сказать, это то, что вам очень желательно изучить треугольник Карпмана, где, в общем-то, достаточно полно и побрёбно раскрыто то, что вы описываете в своём тексте, в своём вопросе. То есть, понимаете, основная ваша проблема заключается в неумении брать ответственность за свои желания, за свои чувства, за свои потребности. И я полагаю, что именно сама по себе проблема как таковая, да, именно проблема как таковая, она кроется, ну, совсем другом. Да, не в том, что вы пишете. Вот. То есть, проблема ваша в том, что вы, к примеру, мечтаете о, ну, допустим, о любви. Да? Мечтали, мечтаете о любви. Проблема ваша в том, что вы, к примеру, впыльчивый человек. То есть, вы его сможете впилить, да, и накричать. Проблема в том, что вы полностью поменяли свою жизнь. М-м-м, как бы, подстроились под девочку и, по сути, сделали её своим идолом, вероятно. Ну, обо всём в порядку. Значит, а вы пишите, как подготовиться и пережить тяжёлое расставание и начать после этого жизнь заново? Никак. Вы никак не подготовитесь к расставанию, вы никак не подготовитесь к какому-либо переживанию, потому что это невозможно, невозможно в принципе. Да? То есть, это невозможно, в принципе, приготовиться к определённого рода вещам. А так же и вы, это невозможно. Вот. То есть, у вас есть, к примеру, да, у вас есть определённые чувства. Вот. Ну, просто вот определённые чувства у вас есть. И эти чувства, они, собственно говоря, будут, да, они вот будут у вас. И с ними вы ничего не поделаете. Вот. Это боль, которая у вас может иметь, может иметь место быть. Это боль. Она у вас, по сути, так же будет, эта боль. Вот. Потому что там очень-то, на что есть объективные причины. И подготовиться к этой боли, то есть, как-то вот себя, ну, эмоционально подготовить к этому невозможно, нереально нельзя. Вот. Я вам серьёзно это говорю. Абсолютно. Это невозможно сделать. Вот. Вот. Поэтому лучше рассмотреть причины. Вот. Лучше рассмотреть причины, которые сделали возможным то, что с вами сейчас происходит. Вот. Лучше рассмотреть обстоятельства, которые привели вас в эту ситуацию. Вот. Понимаете? А обстоятельства, да, обстоятельства требуются изучить. Итак. Вы пишите. Всю жизнь я был одиночкой и не хотел отношений с ними. Я привык к одиночеству и ни одной бы хотел чего-то другого. Ну, здесь очень важно понять, что именно вы или как именно вы понимаете одиночество. То есть, что для вас суть одиночества. Вот. Потому что, ну, вполне возможно, что, может быть, вы не совсем правильно понимаете его. Одиночество. Одиночество. Я имею ввиду. Вот. По крайней мере, у меня возникло такое вот ощущение, да, такое чувство возникло, что вы не совсем правильно понимаете одиночество. По какой причине вы привыкли быть в одиночестве, по какой причине вы вообще стали одиноким. Вот. С чем это связано и так далее. Это очень важная история. Очень важная история и ее, ее, эту историю нужно, ну, на мой взгляд, поисследовать. Как минимум. Да? Вот. Совершенно очевидно, что здесь у вас, ну, имели место быть какие-то проблемы, вероятно, с коммуникацией, проблемы с репрезентацией себя, с уверенностью в себе, с реализацией себя. То есть того, что, к примеру, вам нравится, того, что, к примеру, вам хочется, того, что, к примеру, вас радует, ну и так далее. Так вы радов здесь достаточно много. Дальше. Значит, я мечтал о том, что когда-нибудь и в моей жизни появится любовь настоящая, как в фильмах и книгах, самоотверженная, искренняя и счастливая. О чем, о чем это говорит? По факту. О чем говорит вот, что вы мечтали об этом? А говорит это только о том, говорит это только о том, что вы недолюбливаете себя. Да. Говорит это о том, что вы, возможно, не принимаете себя. Таким, какой вы, ну, до конца, к примеру. Вот. По ряду причин. Причины, причины могут быть разными, например, причины могут быть в детстве, в детстве заложены. Вот. Вот. Ну, то есть, причины того, что с вами происходит, могут быть заложены в детстве. Вот. Что тут нужно смотреть, конечно. Дальше. Прожигал жизнь, жил так, как хочу, спал с кем хочу, не задавался вопросами по поводу будущего. Ну, казалось бы. Да? Казалось бы. Делали, что хотите. Занимались, чем хотите. Вот. Но вопрос в другом. Ведь судя по тому, что вы пишете, вы были не совсем, скажем так, свободны. Вы не совсем свободны в своем поведении. Или, может быть, вы считали, к примеру, что хорошая жизнь, счастливая жизнь не для вас. То есть, нам нужно понять, как, как вы пришли к этой идее. К этой идее о том, что вы достойны только того, чтобы прожигать жизнь. И, понимаете? Какая история. Дальше. Я встретился и встретил девушку, буквально перевернувшую мою жизнь. То есть, по сути, по сути, одна из ключевых особенностей ваших отношений в том, что с одной стороны, девушка, и раскрыла вам, то, чего хотите вы, сами, вот, ну, может быть, может быть, то, чего вы всегда хотели, то, чего вы всегда желали. То, что вам всегда, к примеру, было нужно, вот, то, в чем вы всегда нуждались, к примеру, вот. А с другой стороны, с другой стороны, вполне вероятно, что вы всегда этого хотели. Сами. Вот. Вы всегда этого хотели. И вот, собственно, я думаю, что это одна из ключевых особенностей. И вот то, что вы сделать, а сами не смогли, то, что вы вот сами сделать не смогли, это отделить. Отделить то, что хотите вы, то, что нужно вам, да, от того, что, к примеру, хочет девушка. Или от того, что вам нужно, ну, к примеру, к примеру, от того, что вам нужно, нужно или можно сделать для нее. Вот. К примеру, это все к примеру. Я не говорю о том, что это обязательно, вот, правда. То есть, с одной стороны, она вам стала очень дорога. Потому что вы, наконец-таки, поменяли, к примеру, свою жизнь. Так, как вам этого, ну, так, как вам этого хотелось всегда. К примеру, к примеру. Вот. А с другой стороны, вы стали в этой девочке нуждаться, потому что... Ну, а как? По-другому. Она ведь... Позволила вам жить так, как, вероятно, вы себя, вы себе, точнее, никогда бы не позволили жить. Понимаете? Вот. Именно благодаря данной особенности, именно благодаря данному аспекту, вот. Я полагаю, что у вас и возникали основные проблемы. Вот. Ну... Как мне видится. По крайней мере. Мне так, по крайней мере, видится. Вот. Дальше. Вообще всё изменилось. Все взгляды на жизнь, новые общие хобби, влечение, планы на будущее, абсолютно всё, как лично. Да, где целиком пора этой девочке, всё, чтобы стать её идеалом, пройдя с ней жизнь до конда. Ну, вот, собственно, к вам и вопрос. Собственно говоря, к вам и вопрос. А почему для вас, ээээ... Эээ... Так важно было... Стать для неё идеалом? Почему, почему для нас стало так важным, эээ... Полностью себя перекроить? Или перекроить? Эээ... Наверное, наверное, эээ... Наверное, всё-таки перекроить. Да? Почему для вас это так важно стало? Ведь это стало, повторюсь, важным, да, именно для вас. Это стало важным именно для... именно для вас. Вот. Ну, так вот, мы... Вот давайте и, собственно говоря, разберём. Эээ... разберём это. Почему для вас это так важно стало? Вот. И я полагаю, что вы увидите ээээ... сами. Вы увидите сами. Ага. Как обстоят дела. Я полагаю, что вы увидите эээээ... Ага, сами. чего вы хотите и что вам по итогу, да, нужно. Дальше идём. Так, не вижу будущего без неё, не могу себе без неё сейчас, не знаю как смогу потом, но это эмоциональная зависимость. Это эмоциональная зависимость от девочки, от человека. То есть при приписывании человеку тех качеств, в которых нет у вас. Идеализация, ну, идеализация именно её в данном случае. И, соответственно, мысль, что без неё вы останетесь один. Отношения были поистине, поистине разрушающими, мы познакомились с тем моментом, когда у этой девочки был уже молодой человек, общались, стали очень близки. значит, ну и далее вы описываете отношения, которые, которые по факту, по факту, полностью, вот полностью исключают личные границы. По факту. это одна из особенностей, это одна из особенностей ваших отношений. Полное исключение личных границ. То есть полное сближение, полное растворение в человека. А почему так? По какой причине так? А потому что вам это нужно? А потому что вам так нужно? Потому что вы в этом нуждаются. Ну, возможно, вы, возможно, возможно, вы не умеете выстраивать отношения с личными границами. Этого я, конечно, не знаю уже. То есть тут проблема личной границы. То есть что можно, что нельзя. Посмотрите, вы слишком слились с девочкой. Это называется слияние. Слияние, кстати, свидетельствует о том, что с родителями вашими у вас отношения были достаточно такие отдаленные. Так, она была в другом городе. А, а, так, значит, знакомые с родителями, факт другого человека оставался, потому что были ссоры, которые часто заканчиваются очень необычными для нормальных людей. Так, ну, вы пишите, что, значит, были ссоры. У меня к вам, конечно, вопрос возникает. Так, почему из-за этого были ссоры? Ну, из-за того, что был ещё один мужчина. Именно ссоры почему были? Меня вот что интересует. То есть вы знали, что он был молодой человек, другой. Вы знали, что молодой человек, он, ну, как бы присутствует. Вот, вас это не останавливало, когда вы шли с ней на сближение. Почему-то вас почему-то это не останавливало, когда вы шли с ней на сближение. Вот. Но при этом, при этом, вы ссоритесь. Что тут вот надо, надо бы с этим разобраться. Да, из-за чего возникали ссоры. Из-за чего именно вы ссорились? Я сейчас не говорю про... нее. Я говорю про вас. Именно про вас. Конкретно. И только про вас. Дальше. Так. Если приводить к примере, один раз, когда они перестали общаться, как она мне сказала, случайно узнала, что всё ещё общается, на эмоциях наорал в телефон, слишком вспыльчивый, просил объяснить. Ну, вспыльчивость. Вот вы пишите, что вы слишком, слишком, слишком вспыльчивый. Это не... не аргумент, что вы слишком вспыльчивый. Вот. А... Понимаете? То есть, вы объясняете это своей вспыльчивостью, слишком вспыльчивостью. Но на самом-то деле, вспыльчивость является признаком чего? Вашей угрозой, чувством угрозы, эээ, ощущением, что вам угрожают. Вот. Ну, так, эээ, соответственно, давайте подумаем. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Почему стала возможна, стала возможна угроза? По какой, эээ, причине она стала возможна? Угроза. Да. В чём она проявляется угроза? Далее. Ну, соответственно, девушка отреагировала, тоже, мягко говоря, несколько странно. Да, просто она, она, значит, почему-то решила, эээ, ну, она почему-то решила какую-то, значит, предметную записку написать, решила покончить, эээ, ну, покончить, эээ, с собой, ну, вот, и так далее. То есть, на мой взгляд, это, конечно, конечно, несколько странная история. Вот. На мой взгляд, это, конечно, несколько, несколько необычная история, и я бы сказал, что, эээ, её действие, ну, говорит, говорит о определённой неуравновешенности, скажем так. Вот. То есть, я бы рекомендовал вам подумать, так, а сама девушка-то, вот, как, ну, как личность, как личность, да? Сама девушка, как личность, она, какая? Она, кто? Не случайно же она вот так себя повела? Наверное, были же ещё какие-то, эээ, ну, какие-то причины для этого. Ну, вот. Дальше, значит, эээ, таких примеров много, значит, много раз, много раз были, было повторение, много раз было повторение того, о чём вы пишете. По факту. Много раз было повторение того. Вот. Ну, так у меня главный вопрос, если было много повторений, вас это не настораживало, что было много раз повторение? Этой истории. Вот. Я буквально либо был счастлив, по ощущениям, больше, чем вообще может быть, либо, наоборот, полностью раз был. Ну, это зависимость, это отношение зависимости, к сожалению, да. Тут вам, ну, это опять, да, вот как вы очень долго сдерживались, может быть, очень долго и много сдерживались, сдерживались свои потребности, например, в любви, например, там, в эмоциях, в тепле, в ласке, вот, и так далее, к примеру. А сейчас, когда вот эта ситуация стала происходить, да, вы, соответственно, в этом теперь, ну, нуждаетесь больше, вот, и просто-напросто, ну, человек очень сильно нуждает. Вот. Понятно. Дальше. Вопрос с ним решили, она ушла от него, отказалась, потому что любит меня, хоть было тяжело, потому что сильно привязалось, и чувство есть, но слабее. У нее чуть послабее, чем у вас к ней. Потом мы пошли, и спускали, конечно, к ней после этого. Знаете, здесь вы допустили одну ошибку. Какую ошибку? Ошибку вы допустили, на самом деле, в том, что сразу после того, как девочка ушла, да, сразу после этого, она пришла к вам. Вот. Вот. Это ключевая ошибка. Это ключевая ошибка. Вот. Потому что, как минимум, как минимум, как минимум, как минимум ей нужно было время. Вот, чтобы, ну, значит, как минимум ей нужно было время, чтобы прийти в себя после отношений, вот, с тем человеком. Ну, может быть, может быть, побыть одному, одной, да, может быть, побыть одного немного. Вот, а вы же, вы же этого, ну, не сделали, как бы, вот, в том смысле, да, что вы сразу стали вместе. И если расставание для нее было хоть как-нибудь тяжело, то она ожидала, она ожидала, что отношения с вами будут своего рода идеальными. Ну, то есть, она слишком была, слишком высоко, слишком высоким было эмоциональное, скажем так, напряжение. Вот, вас, именно вас, да, именно вас, она воспринимать, вот, отдельно, да, именно отдельно, как, ну, как личность, как мужчину, она не могла. Вот, и, возможно, не может, ну, возможно, не может до сих пор, возможно, вот. Хотя я в этом, конечно, и не уверен. Значит, ссора ваша была не глупой, как вы ее называете. Ссора ваша была не детской, как вы ее называете. Ссора была адекватной, и у этой ссоры были и есть свои причины. Причина только одна, на самом деле. Да, причина только одна. И причины эти не что иное, как чрезмерные завышенные ожидания. Чрезмерные завышенные ожидания как от вас к ней, так и от нее к вам. Понимаю, 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 что? Вот. Потому что, у девочки тоже есть, ну, у девочки тоже были и есть определенные проблемы, я так подозреваю. Вот. Значит, она драматично встала, собиралась уходить, сказала какую-то цитату из фильмов, ждала, что остановлю ее тогда, я дурак, разоскался, просто уходить и от меня навязать к нему. Ну, вот видите, да, то есть человек, как бы он не ушел. Именно поэтому вот людям и нужно проводить какое-то время, да, спорты друг от друга. Вот. Именно поэтому людям и нужно, ну, время между, между отношениями. И, и, именно поэтому, именно по этой причине. Собственно, какая история. Дальше, так, мы не общались вместе, она писала про то, как ей плохо, про то, что вернулась к нему и не любит, про то, что не может без меня. Ну, вы пишите, встретились, помирились, а выводы какие вы сделали? Ну, то есть, вот, то есть вы помирились, а выводы какие, какие-то выводы были, эээ, вами сделаны? Каким-то решением вы, вы пришли, каким-то решением, вот, какие-то решения вы, эээ, значит, выработали? Вот. Мне почему-то, эээ, кажется, что нет. И смысл тогда в, ээ, примирении вашем. Далее. Стал вопрос о том, что делать с ним, ведь она и ему, она и ему уже много чего пообещала за то, что помог ей тогда и простил. Ну, то есть, знаете, здесь бы вам вот девочку оставить, бы одну, пусть сама как бы разбирается со своими мужчинами, да? А вам бы заняться просто собой, вам бы заняться просто своими делами. Кстати, эээ, забегая немного, забегая чуть вперёд, ээ, скажу, что ваше текущее состояние, оно связано именно с тем, что у вас, у вас по-настоящему, ээ, чего-то такого. Ценного, чего-то такого, ээ, лично важного вам, судя по всему-то и нет. Вот. Как это не, эээ, парадоксально и не печально на самом, на самом деле. Вот. Понимаете? Какая история. Дальше. Эээ, так. После той ссоры провели идеальный месяц. А как идеальный, если, эээ, стал запрос о том, что делать с ним. В общем, всё подошло к моменту, когда уже и я, и он, пообщався друг с другом, пришли к моменту, когда она должна выбрать кого-то, на днях встретимся в своём и поговорим, когда выберет кого-то или никого не столь важно. Ну, у вас всё и происходит по, собственно, во-первых, любовному треугольнику, да, это, по сути, треугольник Харпмана. Вот. Это первое. И второе. То, что вы не, эээ, ну, не самостоятельны, вот, по сути дела. Вот. Ну, в своём, эээ, поведении, да, в своём, эээ, отношении сейчас, эээ, вы не самостоятельны, к сожалению. Как это, по крайней мере, видится, видится мне. Вот. Понимаете? Понимаете? Вот. По крайней мере, так, так это, вот, мне видится. Дальше. Ээээ. И дальше вы, вы описываете очень, к сожалению, дерзкие и незрелые отношения. То есть вы пишите, что, там, если она выберет меня, если я выберу, если я выберу её, если она выберет, там, кого-то ещё, и так далее, и так далее, и так далее. То есть история эта, эээээ, к сожалению, весьма, весьма, печально. Вот. Потому что, ну, выбор, да, это, ну, серьёзно, это только вот, ээээм, только в ээээ. только в сериалах только такая история возникает. Вот. Что-то, ну, жизнь это же все-таки не в сериалах. Вот. И если, например, она любит вас, она будет с вами. Если она вас не любит, она с вами не будет. Если вы, как вот, вы говорите, как, ну, как вот вы пишите, что у вас есть кольцо, которое вы купили, да? Вот. Ну, так, как бы, покажите намерение ей сейчас, вне зависимости от того, будете ли вы вместе, вне зависимости от того, выберет ли она вас или нет. Вот. то есть если вы, ну, решили сделать ее своей женой, да, если вы уверены в ней, как в своей жене, да, то есть вы, ну, хотите быть с ней, к примеру, то скажите ей об этом. Дайте ей это понять. Дайте понять ей, что вы готовы сделать такой выбор, что вы хотите сделать такой выбор. Вот. И так далее, и так далее. И так далее. Потому что сейчас она этого не знает. Вот. То есть вы говорите, что вы сделали все, что могли. Нет. Вы не сделали все, что могли. Вот. Вот. По крайней мере, я, вот я, да, я не могу сказать, что вы сделали все, что могли. Я не вижу, не вижу того, что вы сделали все, что могли. Вот. Вы же про кольцо, ну, про кольцо промолчали. Вот. А значит, сделали не все, что могли. Вот. Так, понимаю, случится выбрать меня, единственная тема для ссоры уйдет, а значит, кольцо, купленное за сутки до того, как попал в больницу, уже два месяца сейчас. У меня дома пойдет, пойдет вход. Понимаете, подобная условность, подобные условности, точнее, говорят скорее о том, что вы ее все же не любите. По крайней мере, что это, ну, не такая вот, знаете, чистая любовь. Вот. Почему? А потому что вы говорите, что единственная причина для ссоры уйдет. Это не единственная причина. Понимаете? Это не причина. Причина вашей неуверенности в себе. И, как вы говорите, что она будет рассказывать, да, там, что она делала с каждым из вас, да, ну, в противовес тому, кого она выберет. И это будет причиной для ссоры на самом деле. То есть, тут ведь дело совсем не в этом. Ссоры за люди не из-за какой-то конкретной причины, а из-за себя. Из-за своего отношения, из-за своей реакции, из-за своей позиции. Понимаете? Вот. Поэтому, поэтому, здесь вы, на мой взгляд, заблуждаетесь. Здесь вы заблуждаетесь. К сожалению. Здесь вы, к сожалению, заблуждаетесь. Вот. Ну, про кольца я уже сказал. Да. Я не уверен, вернее, больше чем наполовину уверен, что она выберет его, потому что не верит, не верит тот, что надо быть нормально без всяких ссоров. Так вы докажите ей, вы покажите ей, что всё может быть нормально без этих ссор. Ведь, ведь, всё же от вас зависит на самом деле. Знаете, всё же зависит напрямую от вас. Вот кольцо ей, к примеру, дайте, да, кольцо ей, к примеру, продемонстрируйте предложение ей, сделайте, в конце концов. Вот. Понимаете? Какая, какая, какая история. Вот. А то, действительно, она вам, ну, не верит в неё, действительно, нет оснований вам верить. Вам верить. Сейчас. Вот. На данный момент. Вот. И вы говорите, что вы всё, всё, всё сделали. Вот. Вот. Если она уйдёт. Случай, если уйдёт, когда она будет рассказать об этом, что сделала, чтобы дать возможность кому-то из нас самому уйти. Ну, это, скорее всего, проблемы девочки. Я знаю, это не самая сложная ситуация, но сейчас, конечно, получу четвёртые сутки в ожидании этого дня, не умею отвлекаться, не знаю как, не знаю с кем. У меня совершенно нет друзей, потому что с кем я взял ей в них внимание. Вот. Ну, здесь я, пожалуй, вот здесь я, пожалуй, не открою вам, не открою вам что-то новое. Если скажу, если скажу, допустим, что вам надо бы не с кем-то отвлекаться, да, если скажу, что вам надо бы не с кем-то отвлекаться, а именно самому для себя делать что-то. Для себя делать то, что вы хотите, то есть присвучиваться к себе, этого, конечно же, у вас, этого же, конечно, у вас нет. Безусловно. Вот. Понимаете? Вот. Дальше, значит, так, буквально отказался от старых, постоянно думаю об этом, просто жду, не знаю как буду жить, если разойдёмся, не знаю как начать жить раново, как жить дальше. Вот. Ну, опять же, опять же, да, это очень похоже на навязчивые мысли у вас. И если это действительно навязчивые мысли, то связаны они исключительно с вашим, к примеру, страхом одиночества. То есть вы боитесь одиночества. Вот. И вам некомфортно и негармонично одному с собой. Я так предлагаю, что вы подразумеваете под одиночеством то, что у вас нет семьи. Вот. А не то, что вы действительно все один, потому что у вас и друзья есть, и спали вы с кем-то, и жизнь свою прожигали. Вот. Но реализация своей, собственно, вот нет. Само собой, вам некомфортно. Вот. Поэтому вы и так реагируете на неё. Ведь вся ваша жизнь верно поставлена на карту. Но разве так должно быть? Разве должно быть, чтобы жизнь одного человека полностью настолько зависела от жизни другого человека? Вот. Как вы сами считаете? Подойдите к этой идее вот так. Подойдите к этой, к этой, ну, позиции вот так. И я уверен, вы для себя увидите и откроете новые основания для действий. Далее. Так. Значит, как же дальше, как на это настроиться вообще? Знаете, я понимаю, что вы боитесь, я понимаю, что вам тяжело, но я хочу сказать, сразу хочу сказать, да, что это неплохой опыт. Это неплохая ситуация, которая демонстрирует вам, по сути, то, что вы сами на себя ориентироваться вообще не привыкли. Вот. И хорошего в этом нет ничего. То есть, вне зависимости от того, будет с вами девочка или нет, вы чересчур зависимый человек. зависимый от других, от желаний другого, может быть, от чувств другого и так далее. И просто же так, вы всю свою жизнь поменяли, чтобы стать для нее идеалом. Хотя идеалов не бывает. Но вы и хотите стать идеалом. То есть, вы идеализируете ее. Что вы наполняете ее своими желаниями. А это давит на человека. Поэтому, в любом случае, этот кризис, этот кризис показывает системные проблемы у вас. Невозможность опираться в жизни на себя. Сейчас я не могу выйти из дома, просто не могу ничего делать, мне уже много лет, но я буквально каждые 2-3 часа начинаю плакать просто без причины, от мелочей. Я не знаю, как справлюсь лучше, если все закончится плохо, потому что сейчас мысли о суициде уходят только из-за очень слабой надежды, а то, что все будет хорошо. Ну, во-первых, плохо и хорошо, это детское мышление, да, то есть, вы ушли в регресс. Вы ушли в обратного регресса. Сейчас начинаете плакать, все вот это. По сути, ну, ситуация, на мой взгляд, здесь такова, что вы опять же проявляете свои, скажем так, отредности. Что-то вы себе подавляли. Может быть, это что-то даже, к примеру, ну, что-то может быть даже детское здесь у вас. То есть, где-то вы недоиграли, может быть, где-то вы, может быть, там, ну, к примеру, да, где-то вас недолюбили, недолюбили. Ну, ну, в детстве, да, вас недолюбили, и так далее, может быть, вам, там, к примеру, ну, что-то недодали, опять-таки. Понимаете, какая история, ну, вот. И все это весьма сильно сказывается на вас именно сейчас, именно вот, сейчас, именно в данный момент, в вашей ситуации, вот. То есть, опять же, возрастная регрессия, если она у вас есть, если у вас есть эта возрастная регрессия, то относитесь к ней, на мой взгляд. Нужно максимально серьезно, опять, это не просто, там, какие-то, вот, к примеру, ну, глупые слезы, да, там, плачь, и так далее. Это не просто нервное состояние у вас, это именно выплеск эмоций сейчас, сейчас идет. Это важно. Дальше, как подготовить себя, никак, да, ну, то есть подготовиться вы не сможете, никаких запасных планов тут нет. Как жить после этого, опираясь на себя и пройдя психотерапию у специалистов. Ага, зачем жить после этого дальше, если, наконец, почувствовал то, о чем мечтал, изменился под этого человека, стал жить этим и все рухнуло. Так, а вы, в том-то дело, что вы почувствовали только полноту жизни, вот. Но вы почувствовали полноту жизни с другим человеком, а сами, самостоятельно под себе полноту жизни, вы не ощущали. То, что вы изменились под этого человека, это не плюс, а это минус. Так же, как и то, что вы жили этим, этим нельзя жить, и меняться под человека тоже нельзя. Рано или поздно, это все равно рухнет, потому что человек тоже меняется, и вы должны либо будете полностью отказаться от своей личности вообще и стать неинтересным, что как бы обрекает отношения на провал. Либо вы все-таки приобретаете какие-то формы свои, но тогда уже и человека вы выбираете под стать. Как справиться в случае, если все рухнет. Ну, сказал. Я хочу быть готовым к тому, что те ссоры, та ссора на месяц, хоть я и бросил ее на эмоции, это был самый ужасный... ээээ... А, я хочу быть готовым к такому, потому что, да, ссора на месяц была самым ужасным месяц в моей жизни. Алкоголь, наркотики, в том числе и тяжелые, для парня, я слишком ранимый, я не умею справляться с моральной смертью. Смотрите, моральная смерть это очень такое понятие, ну, популярное, вымышленное, то есть, как бы, моральной смерти не существует. Вот. Можно вам помочь. Вопрос в том, что нужна индивидуальная терапия для того, чтобы снизить у вас мотивацию и значимость всей этой ситуации в целом. Я понимаю, сейчас все кажется намного сложнее, чем есть на самом деле. Я понимаю, что сейчас все кажется намного сложнее, чем есть на самом деле. А что вы имеете в виду? Мы жили вместе какое-то время, были в нормальных бытовых отношениях, все устраивалось дальше больше. За все время прожили где-то около пяти месяцев вместе. Вопрос немного не в этом. Я понимаю, что буквально через пару дней мы встретимся втроем и уже от меня, уже, мягко говоря, мало что... А вы тут ошибаетесь. Кольцо-то вы ей не дали, не предложили, кольцо-то вы ей не отдали. Руку сердца вы ей не предложили. Вот. Совершенный мир подсказать любви людей. Ну, правильно, что вы же нуждаетесь в них. Вот. Поэтому вы говорите, что вы один, и что вам ничего не надо. Лукавить, однако. Вот. Немного чего связанное. Фактически первая любовь отношения первой на самом деле дорогой для меня. Ну, если первая любовь, то это опять же любовь детская. И первая любовь, это по большому счету страсть, влюбленность, идеализация. Вот. Для вас это шанс, для вас это шанс. Либо перерасти, перерасти это и излишне необходимые выводы, и получить опыт. Либо сомнительные отношения и процессы уже работать над собой. Кстати, и девочке тоже нужно работать над собой, если честно. Потому что то, что происходит несерьезно, для людей каких-то вот таких взрослых, да, что-то происходит нереально. Вот. Изменить на бою будет тяжело, я не знаю, как справлюсь. Да, справиться. Все справляются. Помощь только нужна. Поддержка, да. Работа с психологом нужна. Нужна. Изменить ничего не могу. Уже сделать все это можно. Нет, не все, что можно, вы сделали. Осталось только перетерпеть и принять ее решение. А вам не приходила в голову такая мысль, Федор? Почему девочка решение это как бы удерживает? Понимаете? Почему? Она удерживает это решение. Ведь казалось мне, ну что может быть проще, зачем мучить вас? Собой. Для чего? Что это за такая тяга к, не знаю, каком-то эпатаже может быть тяга? Вот. То есть, на мой взгляд, тут нужно аппарат. Значит, как с ним потом вычесть? Я не знаю. Ну, ориентироваться на себя. Правда. Только на себя ориентироваться. Нужно. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. Спасибо.